Светильник для тела Светильник для тела Светильник для тела Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, Коль не паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Сегодняшнее евангельское чтение повествует нам вот таком весьма важном явлении в мире, как промысл Божий. Господь обращается к Своим ученикам. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамону. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, на арамейском языке мамоной называется богатство. Это значит, что нельзя служить Богу и богатству. Впрочем, Господь не сказал о том, кто имеет богатство, а о том, кто является рабом богатства. Следовательно, не само по себе богатство является злом, но о служении Ему и поставлении Его в углову угла своей жизни. Человек вообще не должен заботиться о временном. Временное придет само по себе от Бога. Единственное, о чем должен переживать человек, это его собственная душа и то, чего она удостоится в вечности. Спаситель наставляет, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. В одной из своих проповедей святитель Иоанн Златурс говорит, Бог ничего и никогда не делает без причины, но все, что происходит в мире, даже если мы этого и не понимаем, происходит согласно промысла Божьего. Очень часто мы используем в своем лексиконе слово промысл, но не всегда мы правильно понимаем значение этого слова. Промысл — это непрестанная забота Бога о своем творении. Причем, по мысли святых отцов, такая забота не всегда может быть растенена самим человеком, как нижняя добрая. Но в итоге именно такое стечение обстоятельств, как мы обычно говорим, получает положительное завершение. В книге о деянии о промысле Божьем говорится очень четко. Бог дает всему жизнь и дыхание и все. Мы им живем и движемся и существуем. Бог — это причина и в то же время конечная цель всего существующего. Как говорит святой апостол Павел, им создано все, что на небесах и что на земле, видимые и невидимые. Все им и для него создано. Без общения с Богом, без промысла Божия, жизнь на этой земле вообще невозможна. Раннехристианский апологет Бактанций пишет, природа, если отстранить от нее промыс Божий, сразу превратится в ничто, то, из чего она была создана. Но более всего промыс Божий направлен на человека. Христос Евангелий говорит, «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо лучше их». Господь заповедует, «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Таким образом, человек, который главной заботой своей полагает некие материальные блага, сравнивается с Христом с язычником. По словам святого праведного Яна Крышнацкого, только взор язычника обращен вниз, на землю, ведь только язычник видит свое главное благо в тленном. Взор же христианина должен быть обращен не на землю, не на тленное, но на небо, на то, что вечно. Именно поэтому сегодняшнее евангельское чтение заканчивается призывом Христа. «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Рассуждая над приведенными словами Христа, блаженный Феофилат Болгарский говорит, «Царствие Божие есть в кушении благ. Оно дается за жизнь по правде. И так, кто ищет духовного, тому по щедрости Божией прилагается и телесное». Один современный христианский автор как-то сказал, «Если вы будете целиться в землю, вы не попадете никуда, но если же будете целиться в небо, попадете и в небо, и в землю». Это значит, что если мы будем стремиться только к земным благам, мы и их не получим, и душу свою погубим. А если главным приоритетом своей земной жизни назначим достижение жизни вечной, тогда мы и к Богу приблизимся, и сам Бог в ответ на нашу верность Ему испошлет нам те блага, которые необходимы для нашего существования здесь, на земле. Субтитры создавал DimaTorzok